Всем привет! Ну вот у меня и подоходит к концу мой рейс. Я опять поменял машину. Да, теперь я на Рено. Короче, начинал я с Рено и заканчиваю Рено. Обзор на Рено у меня есть, как снаружи, так и снутри. Ну, я чуть позже вам еще раз ее покажу. И значит, что мне предстоит, сейчас в Норвегии будет одна загрузка, потом в Швеции три. Вот. Поэтому все поступательно, и потом мы поедем в Данию. Да, в Дании еще мы со мной не катались, поэтому прокатимся в Данию. Ну, а сегодня пока что собираем все грузы. То есть три загрузки, четыре получается. Четыре загрузки должно быть у меня. Вот. Поехали. Я сейчас на складе, и вот такие вот контейнеры будут загружать. Два железных, и еще мне вон те железяки привезут. Мне, кстати, кажется, что ящик совсем не отсюда. Как-то он не вписывается в это все. Ну, и это у меня будет первая загрузка в Норвегии. Сейчас пройду границу Норвегии-Швеции. В Швеции будет еще у меня, по-моему, там три даже загрузки надо посмотреть. Здесь на второе загрузки в Швеции груз на Сербию. Город Новый Белград. Что слышал о Новом Белграде? Я как бы и старый не видел, но как есть. Итак, ребят, вот две загрузочки было. Я уже в Швеции, то есть, понятное дело. И едем мы на Мальмо. Мне пришли изменения. Одну загрузку отменили. То есть, сейчас еще будет одна загрузка у меня в Швеции. Потом на Даню через мост поедем. Ну, а пока обед. И пойдем мы в ресторанчик сходим. Я покажу, что я взял, сколько я за это заплатил. Погнали. Кстати, да, вот моя грязная Рено. Прицеп я оставил, который у меня и был. С порезом моим незаклеенным. Ну, а так, в принципе, как и была у меня Рено весной, такая и сейчас. Номера немножко другие по пробегу примерно. Схожи, а стой. И по, так сказать, дате производства этой машины. Ну, а я на большой стоянке. Кьюшка. Она платная. И я, кстати, да, про нее как-то рассказывал. Про нее рассказывал я уже как-то, что здесь хотели меня надурить в ресторанчике. Но сейчас я буду без скидки, поэтому полную стоимость заплачу в ресторане. И, в общем, и вот это вот здание и есть и заправка, и ресторан. Тут пекарня у них своя даже. Кстати, может быть, я что-нибудь куплю десертика себе. Обязательно куплю. Так как, ну, местное производство вкусное должно быть. Да, я уже снимаю все на телефон, потому что я спрятал камеру, все попрятал. Поэтому за качество уж извиняйте. И вот все, такая раздача. Берем и здесь проходим по раздаче. Итак, отдал я за это 9 евро. Кстати, да. Салат можно брать сколько хочешь. Я еще взял каким-то соусом, полил, не знаю, зачем я это сделал. И картошка и рыба понятно, но вот это вот что? Если честно, понятия не имею, что это. Но съедобное. Салатом тоже решил не экспериментировать. Взял кукурузу. Тут что-то капуста какой-то, огурец свежая вроде все. В общем, вот такие вот дела. Все, приятного мне аппетита. Вот такое очень простое заведение. Но, как в Швеции и Финляндии, принято игровые автоматы. Это обязательно. Но цена такая вышла, потому что я попал, наверное, на обеденную цену в 9 евро. Потому что ужин выходит дороже. Почти, ну не в два раза, но получается 15 евро. Итак, перекусили и взял я десертик. Вот такой рулет. Решил я без экспериментов. Ну, там в основном были какие-то печенюхи. У них печенюхи со всякими начинками. Но я решил взять рулет как раз целый. И мне и на сегодня на вечер, на ужин, и на завтра на утро хватит. Так как у меня уже в холодильнике мышь повесилась. Я уже ничего не покупаю, чтобы потом это не выбрасывать. Вот. Ну, а мы ездим на третью загрузку. Итак, у меня уже стемнело. Я подъехал к Мальмо и поменялись планы. Загрузка у меня не сегодня третья, а будет она завтра утром. Ну, для нас это и хорошо, потому что я надеюсь, завтра пока я загружусь, потяну еще там времени много, и у нас уже будет светло. И мы по-светлому сможем проехать по мосту. В общем, да, сумасшедшая вышла у меня неделя. В понедельник, вот просто представьте себе картину. Я выгрузился в Дании, я поехал, загрузился в одном месте, потом поехал, загрузился во втором месте, потом я поехал, выгрузился в то, что я загрузил во втором месте, потом я поехал, загрузился еще в двух местах, и приехал, выгрузился на ту же точку, выгрузил эти же, то есть уже в четвертую загрузку, я ее опять выгрузил в том же месте, где и выгружал и вторую, и потом поехал, загрузился и поехал в Норвегию, то есть у меня голова просто вообще там вот так вот ходила, то есть, чтобы вы понимали, я начал работу в 7 утра в Дании, и выехал я из Дании где-то в 6 вечера уже, ну, паромчиком на Швецию, а проехал я всего лишь 150 километров, то есть я вот там вот крутился, что-то выгружался, загружался, это было целый день, это, конечно, было ужасно, вот, ну и сегодня как бы что-то в этом роде вначале там наклевывалось, но вроде бы успокоилось, я более большое расстояние проезжал, то есть я вот в Норвегии загрузился, проехал 200 километров, загрузился, и сейчас я проеду 300, и вот третья загрузка, как бы, ну, в принципе, это нормально, две загрузки, вот я загрузился за день, это не страшно, ну и завтра у меня 3 выгрузки, то есть загрузка и 3 выгрузки, ну и уже посмотрим, что будет, то есть в теории мне на пятницу на вечер, завтра у нас четверг получается, у меня четверг, когда я сейчас снимаю, то есть сейчас среда, завтра будет четверг, а в пятницу у меня должен быть вечером паром уже на базу. По мосту я буду оплачивать не с помощью аппарата, а вручной, у меня есть, мне выслали, типа, как бы, ну, booking, референс номер, мне нужно будет снять аппарат оплаты и спрятать его, ну и в общем о мосте, о нем, что это за мост и так далее, его история, мы поговорим завтра, то есть в следующем видео мы с вами поговорим об этом, обо всем, и покатушки будут падания у нас, покатаемся, посмотрим. Вот такие вот дела, поэтому еще видео два, до того, как я уже полностью попаду домой, то есть весь путь буду ехать, как я домой, я покажу, сниму, и вот так. Поэтому ставьте лайк, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok